Сначала цифры 49 за, 12 против, 1 воздержался. С момента первого чтения и до второго доходы бюджета выросли на 10 миллиардов и почти 700 миллионов рублей. Такого, говорят, никогда не было. Помогла Москва, в том числе депутаты Госдумы. Единороссы подчеркнули, им удалось увеличить средства, заложенные на поддержку инвесторов, на повышение зарплат бюджетников с нового года почти на 9 процентов и не только. Это не значит, что в бюджете все, что мы планировали. Но мы должны быть реалистами, решить сразу все задачи невозможно. Мы расставляем приоритеты, тем самым поступательно решаем накопившиеся проблемы. В том, что партия власти будет за бюджет, никто не сомневался. За высказались и справедливорусы. Ведь 9 из 13 их поправок тоже учли. Однако эйфории от бюджета они не испытывают. Зарплаты по сравнению с соседними регионами не растут, а бюджетные средства расходуются, по их мнению, неэффективно. Речь в том числе и о тех приличных суммах, которые пришли из Москвы. Куда вы думаете, разработчики бюджета предложили их распределить? Нет, не на повышение опережающими темпами, как просили мы, именно окладов кривым бюджетникам и государственным гражданским служащим. И не на увеличение размера социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным, которые уже многие годы не повышаются, о чем тоже просила наша фракция. И даже не на повышение компенсационных выплат на питание в школах. Куда тогда, спрашиваются, уходят деньги дополнительно в бюджете найденные? Смотрите, эти деньги, среди прочего, пойдут на проведение некой сибириады, какого-то челленджа по хоккею. Что это такое? Оппозиционеры ЛДПР однозначно высказались против принятия бюджета. Аргумент весомый, их поправки вообще не учли. Минфин, по их мнению, к диалогу не готов. А ведь они предлагали увеличить вклад в развитие предпринимательства, проиндексировать выплату труженикам тыла и добавить денег на спорт. Когда наши дети в вечернее время в школе Олимпийского резерва, в городе Барнауле, столице Алтайского края, бегают по стадиону в вечернее время с налобными фонариками на голове, дабы освещать себе путь к спорту высоких достижений, когда у нас в это время вечерние залы сданы под коммерческую аренду, чтобы как-то школа могла сводить концы с концами, наверное, острое чувство стыда должно нас с вами заставить заниматься данным вопросом. Против были и коммунисты, назвав бюджет социально пессимистичным, хотя свое общение с министром финансов края и губернатором хвалили. В свою очередь Виктор Томенко, выслушав всех, поблагодарил и за поощрение, и за критику, отметив, что отношения с некоторыми фракциями надо все-таки налаживать. А еще, что экономическое движение нельзя назвать революционным, но ресурсы для воплощения важных проектов сейчас появились. Всего депутаты сегодня заседали более пяти часов и рассмотрели 31 вопрос. Заключительная в этом году сессия пройдет 19 декабря. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком.